Всем привет! В этом видеоролике каждый наш гол и каждая наша победа в равной игре прибавляет плюс 1 рейтинг к Роберту Ливандовске, а также дает дополнительные рейтинги для замены карточек в составе. У Ливандовски есть большое количество карточек из разных событий в этой FIFA. Ну а начинаем мы с вами с базовой карточки Роберта с 91 рейтингом и полностью золотого состава сборной Польши вокруг него. Ну а сколько же рейтингов для состава мы будем получать в равной игре? За победу нам дается плюс 20 рейтингов, за каждый гол нам дается плюс 15 рейтингов, за ничью дается 7 рейтингов и за поражение 5 рейтингов. Ну и помимо того, что Ливандовский будет получать плюс коверу за каждый наш гол, также он будет получать плюс коверу за каждую нашу победу. По итогу мы должны прийти к составу с рейтингом 125 и выше и к максимальной карточке Ливандовски, которая сейчас представлена в FIFA, а это 109-я Тотти карта. После тяжелого дня так и хочется отвлечься от всех проблем и погрузиться в мир виртуальной реальности. Но что делать, если твоя любимая игра больше недоступна в Стиме? Ни в коем случае не переживай, потому что платформа Case for Gamers поможет тебе. Тут ты сможешь прикупить любую игру, аккаунты на свой вкус и даже игровую валюту. Те же самые FIFA поинты или монеты для консольной FIFA ты можешь прикупить максимально дешево и безопасно. Оплата принимается с любой платежной системы, а все сделки защищены сайтом. Ну а по промокоду ВАНС ты получишь 10% скидку на абсолютно любую покупку. Желаю тебе хорошей игры и получить удовольствие. Нужная ссылочка будет в описании. Ну и в первом же матче, пока у нас был максимально слабый состав, нам попался соперник со 131 рейтингом. Ну и неудивительно то, что уже в дебюте встречи на 6 минуте мы пропускаем первый гол от Попена, тут без шансов. Сразу после этого мы пошли в атакующий футбол, Добровский перехватил мяч, отдал передачу на Ливандовский и тот забил с левой ноги на 23 минуте, сравняв счет в матче. Наш соперник как будто бы растерялся, мы снова смогли сделать перехват, доставили мяч до Роберта Ливандовски. Тот сделал уверенный финт, хотел пробить по воротам, но к сожалению защитник соперника накрыл тот удар под Катя. Но удача оказалась на нашей стороне, после отскока мяч лег на ногу нашему 72 левому полузащитнику, счет 2-1. В свою очередь к 41 минуте после удачнейшего заброса в штрафную, Зырковский принял мяч и пробил по воротам, сделав счет 3-1. Больше голов в этой встрече не было, так что фиксируем нашу уверенную победу, которая между прочим дает нам целых 65 рейтингов для апгрейда состава. Я потратил почти 1,5 миллиона на покупку футболистов, и давайте я объясню свой выбор. Обновление флангов атаки нам было просто необходимо, так что Тотти Диас и БМП Форест подошли нам отлично, с четверками на нерабочей ноге и финтах и с отличной скоростью. В центр защиты залетает 2 игрока из мундеслиги, это Лукруа 89 и Гвардиол 90, у обоих очень хорошая скорость, ну а также вполне неплохие защитные характеристики. Ну а новым опорником становится высокорослый француз с балансированными статами, Сисако. Левандовский заработал целых плюс 4 ковера, так что мы меняем его базовую карту на 95-ю карточку Тотти. У этой карты, конечно, стата уже куда лучше, особенно мне нравится показатель ударов. Имея команду с 99-м рейтингом и 38-й сыгранностью, мы отправляемся во второй матч, где нас ждал соперник со 126-м рейтингом. Правда, уже на 30-й минуте мы смогли создать первые опаснейшие моменты после отличнейшей расспасовки. Левандовский получил мячик и пробил с правой ноги в ближний угол, открыв счет в матче. Но соперник сразу же взял игру под свой контроль. Сначала забил очень красивый гол за Лэмпорда со Швидды, ну а к 45-й минуте забил обычный рабочий гол с навеса за Ван Перси. Ну а под конец второго тайма мы и вовсе пропустили третий гол от Лионеля Месси со Штрафнова. Вроде бы это обидное поражение, а вроде бы какие-то рейтинги для апгрейда мы получаем. Все 20 рейтингов я потратил на центрального полузащитника, а именно туда залетел в Виналдум 96-я карточка с очень даже сбалансированными статами. Ну а Роберт Левандовский получил свой заслуженный апгрейд и теперь имеет уже 96-й рейтинг. Именно таким составом мы отправляемся в третий матч. Все так же очень большая часть моей аудитории смотрит канал без подписки, но давайте договоримся так, что каждая ваша подписка ускоряет выход нового видеоролика. Давайте радовать друг друга, я вас контентом, а вы меня своей поддержкой. Ну и соперник со 129-м рейтингом это точно то, что мы заслужили. В начале матча соперник поиздевался над нами за Лига Чемпионовскую карточку Лианеля Месси, но ближе к концу первого тайма мы все-таки смогли сравнять счет и сделали это за нового игрока в нашем составе. На 75-й минуте Лианель Месси оформляет дубль, забивая гол с навеса, но через 5 минут мы создали опаснейший момент. Линетти не смог пробить поворотом, очень сильно вратарь парировал этот удар, но с углового мы забили гол за 89-ю Тотти карту Диаса и сравняли счет матча. С таким счетом матч закончился, так что мы имеем очень много рейтингов для апгрейдов. На этот раз мною было куплено 2 футболиста, это Сосиньон с 92-м рейтингом, хорошие показатели скорости, ну а также защита на неплохом уровне и центральный полузащитник Андре Гомеш из летнего события. Тут стату чуть похуже, но зато 4 плюс 4 на нерабочий и финтах. Так как мы забили 2 гола в прошлой встрече, Роберт Ливандовский апгрейдится с 96-го до 98-го рейтинга чисто рангами. Ну и у нас уже имеется нехилый состав со 105-м рейтингом и 72-й сыгранностью. У четвертого нашего соперника был состав сборной Бразилии со 124-м рейтингом, где почему-то на воротах стоял Тибо Куртуа. Первый тайм выдался полностью безголевым, но при этом во втором тайме после передачи Роберта Ливандовски, Виналдум смог забить гол с правой ноги в дальний угол, открыв счет в матче. Ну а ближе к концу второго тайма соперник очень неудачно ввел мяч в игру, Роберт Ливандовский получил мячик, сделал парочку финтов и забил второй гол. По итогу с таким счетом матч закончился, очень странно, но мы забираем свои рейтинги для апгрейдов. Я решил, что наконец-таки пора поменять вратаря и прикупил 104-го голыша с очень даже хорошими статами, Лига Чемпионовская карта. Ну а также максимально в тему в моем клубе оказался Фримпонг со 101-м рейтингом, который идеально сменил Кэша. Ну а за голы и победу в матче мы ставим в состав уже 99-ю карту Роберта Ливандовски и сразу же прокачиваем ранги до 10-го уровня. Статы, конечно, не самые лучшие. Пятого нашего соперника был состав со 119-м рейтингом и уже в начале встречи мы пропускаем весьма странный гол с навеса от Бернарда Сильвы, а потом наш соперник и вовсе удваивает преимущество матча, при этом забивая курьезнейший гол за Кейна, где ему просто повезло с отскоком. Но такое начало настолько взбодрило, так как ближе к концу первого тайма Роберт Ливандовский показал все свои индивидуальные качества с хорошей стороны и смог отыграть один мячик. Во втором тайме мы полностью перехватили инициативу. Роберт Ливандовский пробрался в штрафную, заработал пенальти, защитник соперника получил красную карточку, но мы не забили пенальти, пробили в правый верхний угол, а вратарь отбил этот удар. Но все-таки в самом конце второго тайма мы смогли сравнять счет, снова отличился Роберт Ливандовский и благодаря этому мы получаем очень много рейтингов для апгрейдов. Я решил купить двух новых игроков для состава с общей стоимостью в 3 миллиона монет. Также мы меняем схему на 4-4-2, чтобы заиграть всех футболистов так как надо, на правого полузащитника залетает Дуби Юкинин, игрок из Канады с просто невероятной скоростью. Вторым нападающим в нашей команде становится Садио Манек, карточка с прекраснейшими ударами, скоростью и ловкостью, ну а Роберта Ливандовски мы апгрейдим аж до 20-х рангов, теперь у него овер 103. Ну и у нас уже имеется команда со 115-м рейтингом и 88-й сыгранностью. В шестом матче нас встретил соперник со 125-м рейтингом, ну и уже на шестой минуте мы забили мега странный гол за Виналдумас на веса, я такого честно не ожидал, потом соперник нам ответил опаснейшим моментом, мячик попал в штангу, мы отскочили. Ну а уже во втором тайме нахваленный мною Садио Манек показал все свои лучшие качества и забил прекраснейший гол со Шведы. Под конец матча соперник пробовал отыграть один мячик, но у него это не получилось, итоговая победа со счетом 2-0 и плюс 50 рейтингов для апгрейдов. Целых 6 миллионов монет я потратил на покупку 4-х футболистов в наш состав. Новый левый полузащитник француз Женаляя События Героев с прекрасными статами. Работяга из Аргентины, 104-я Тотти карточка Энзо Фернандеса с балансированными статами, он нам точно поможет. Также левый защитник, один из самых быстрых игроков FIFA, это Альфонсо Дэвис, 105-я Тотти карточка. Ну а также к нам залетает Фикао Тамори вместо Гвардиола. Я выбирал между карточкой Гвардиола, 104-й Тотти и 104-й картой Тамори и все-таки увидел то, что по статам чуть-чуть лучше англичанин. Ну а вместо карты команды недели к нам залетела карта из События Быстрые Матчи Противостояний со 104-м рейтингом. И сразу же за голы в матче мы апгрейднули Леву до 106-го рейтинга с помощью рангов. У нас собралась крутейшая команда со 119-м рейтингом и 88-й сыгранностью. Нам попался соперник со 124-м рейтингом и составом полностью из событийных кумиров. На 40-й минуте мы пропускаем гол от бразильской легенды футбола Пеле. Но через 5 минут мы смогли отыграться, так как Садио Мане сделал парочку хороших винтов и пробил отличным образом с подкрутки в дальний правый угол. Во втором тайме Жаналя получает мячик на 50-й минуте и разбирается хладнокровно с вратарем при выходе 1-на-1. А ближе к концу матча на 84-й минуте Роберт Ливандовский ставит точку в этом сражении и забивает третий голешник. Наш соперник не выдержал и вышел из матча, так что фиксируем нашу победу со счетом 3-1. На финальные покупки я потратил около 80 миллионов монет. В наш состав залетел 110-й Фапанайс событий ультимейт Тотти, 110-й герой Папен, также недавняя карточка Камана со 108-м рейтингом из Лиги Чемпионов. Ну и еще я решил прикупить Верона со 108-м рейтингом на позиции центрального защитника из Шипшифтеров, ну и новую карточку Жи Линтона со 109-м рейтингом. А также у меня в клубе был Данила, который идеально сменил Фримпонга. Ну и так как оставалось еще 3 рейтинга, я поменял Тамори на Серхио Рамоса со 107-м рейтингом. Ну а 106-ю раскачанную карту Роберта Ливандовски мы меняем на 109-ю карточку из События Тотти и прокачиваем ранги до 5-го уровня. 110-й Роберт Ливандовски из Барселоны из События Тотти, к этому мы пришли по итогу. Ну а также вот такому вот очень красивому и крутому составу со 126-м рейтингом. Не пропускать новые ролики и получать анонсы тебе поможет мой телеграм-канал по ссылке в описании. Переходи и подписывайся, буду благодарен. Ну а если ты вдруг пропустил прошлые ролики, то это можно исправить прямо сейчас. Спасибо тебе за просмотр, желаю всего самого наилучего, ну и до скорых встреч на моем канале. Продолжение следует...